Добрый день, уважаемые зрители канала Газета Садовод. Вот и наступила весна. Снега еще много, но совсем скоро в наших теплицах мы будем сеять семена, например, огурца или высаживать рассаду, перца или томата. Но прежде чем приступить к посевам, посадкам, необходимо восстановить плодородие почвы и провести другие работы, о которых мы с вами сегодня и поговорим. Хочу еще добавить, что снега в этом году, как я сказал, выпало очень много. Но мои теплицы целы и здоровы. Почему? А потому что я их приобрел у надежного производителя, у компании «Тепличный выбор», чего рекомендую сделать и вам. Ссылка на сайт компании «Тепличный выбор» дана ниже в описании. Для получения высоких урожаев тепличных культур необходимы плодородная почва, отсутствие в ней патогенной микрофлоры. К патогенной микрофлоре относятся любые микроорганизмы, которые являются потенциальным источником различных заболеваний. А также для нормальной жизнедеятельности растения необходимы тепло и свет. Не следует забывать, что загрязненные покрытия теплицы поликарбоната или стекла снижают освещенность и являются одной из причин потери урожая. При ограниченной освещенности резко уменьшается накопление биомассы, задерживается развитие растений, нарушается формирование плодов. Держите покрытие теплицы в чистоте. Снаружи покрытие можно мыть в течение всего сезона, а изнутри есть такая возможность только осенью, после сбора урожая, или весной до посева, посадки основной культуры. Помывку произвели. В почве могут оставаться микроорганизмы, которые являются потенциальным источником различных заболеваний. Лучшим способом защиты от патогенной микрофлоры является замена верхнего слоя почвы в 5-10 см. Но в каких случаях это необходимо делать? Ведь эта работа требует немало трудозатрат. Если в одной теплице вы выращиваете одну и ту же культуру на протяжении нескольких лет и растения были сильно поражены каким-либо заболеванием, то замену верхнего слоя почвы лучше сделать. Если в вашем хозяйстве имеются хотя бы две теплицы, и вы чередуете в них, например, в одной выращиваете огурцы, а в другой томаты, а затем наоборот, то обеззараживание почвы можно произвести другим, менее трудозатратным способом. Огурцы и томаты не имеют общих заболеваний, но через сезон каждая культура возвращается на старое место, а патогенная микрофлора может находиться в почве на протяжении нескольких лет. Хорошо зарекомендовали себя препараты на основе сенной палочки. Синая палочка действует подавляюще на возбудителей грибковых и бактериальных болезней растений. Все старые веревки, которыми были подвязаны ваши растения, тоже удаляют. Все эти работы по обеззараживанию почвы лучше проводить осенью, сразу после сбора урожая. Но если по каким-либо причинам эти работы не проводились, то их необходимо выполнить весной. Далее, переходим к восстановлению плодородия почвы. Ведь с урожаем вынесено большое количество элементов питания. Почва истощена. Здесь хочется особенно обратить внимание на то, что для нормального развития растения необходимы все нужные растению макро- и микроэлементы. Ни один элемент не может быть заменен другим. Допустим, нам удалось создать такие условия, где свет, температура, влажность почвы и воздуха близки к оптимальным. В почве имеются все необходимые элементы питания, кроме какого-либо одного, пусть даже микроэлемента. Что будет в этом случае? А в этом случае урожая не будет. А растения будут чахнуть вплоть до его гибели. Напомню, что название микроэлементы некоторые элементы питания получили только потому, что эти элементы питания необходимы растениям в мизерных долях. К таким элементам относятся марганец, молибден, бор, медь, кобаль, цинк, йод, селен, фтор и другие. Но о наличии в почве микроэлементов можно не беспокоиться, если ежегодно вносить в почву органику навоз, компост или перегной. Что не сказать об основных макроэлементах – азот, фосфор, калий. Потребность в этих элементах питания у растений высока, а соответственно и высок вынос их с урожаем. Поэтому, как правило, минеральные удобрения, содержащие эти элементы, вносят ежегодно, притом фосфорные и калийные удобрения, а также органические, вносят осенью под перекопку. Навоз можно вносить в почву, где вы планируете выращивать огурцы, под томаты или перцы. Вносят компост или перегной. Примерные дозы внесения на 1 квадратный метр. Перегной, компост, навоз по 5-6 литров. Суперфосфат 50 грамм. Сульфат калия 30-40 грамм. Фосфорные и калийные удобрения необходимо равномерно нанести на поверхность почвы и перекопать на штык лопаты. Весной, перед посевом основной культуры, в почву вносят минеральные азотные удобрения, например карбамид 15-20 грамм на 1 квадратный метр. Если вы предпочитаете выращивать свои тепличные культуры без минеральных удобрений, то дозы органических удобрений увеличивают в 2 раза. Можно также внести под перекопку древесную золу. Древесная зола содержит все необходимые макро- и микроэлементы, кроме азота. Нормы внесения удобрений даны приблизительно. Они зависят от плодородия почвы и от количества удобрений, внесенных под предшествующие культуры. Нельзя забывать, что причиной плохого развития растений и низкого урожая может стать кислая почва . Каждая культура оптимально развивается в разных интервалах кислотности почвы. Томаты и перцы хорошо себя чувствуют в широком диапазоне кислотности, где pH от 5,5 до 7. Огурцы оптимально развиваются при pH от 6,5 до 7. Если показатель pH ниже, то осенью в почву вносят доломитовую муку или известь. В год внесения в почву извести внесение фосфорных удобрений переносят на весну. При совместном внесении извести и фосфорных удобрений часть фосфора переходит в труднодоступную форму. Хорошим способом восстановления плодородия почвы является посев сидиратов. Сидираты – растения, которые выращивают для последующей заделки в почву. Сидираты сдерживают вымывание из почвы питательных элементов, препятствуют росту и размножению сорняков, обогащают почву элементами питания, улучшают ее воздухо и влагопроницаемость. В качестве сидиратов можно использовать бобовые культуры – клевер, бобы, фасоль, горох, а также другие культуры – пшеницу, рожь, ячмень, овес, горчицу белую и другие. Сидираты сеют осенью или весной и заделывают в почву не позднее, чем недели за две до посадки посева основной культуры. К этому времени сидираты должны набрать вегетативную массу и не успеть сформировать семена. Поэтому, если посевы сидиратов не производились осенью, то делать это нужно как можно раньше, как только позволят погодные условия. Под воздействием почвенной микрофлоры сидиральные растения разлагаются в почве. После минерализации элементы питания становятся доступными для растений. Кроме того, бобовые культуры формируют на своих корнях колонии бактерий – азотофиксаторов, которые способны поглощать азот из воздуха, тем самым обогащая почву азотом. Перед посевом сидиральных культур вносят полный комплект удобрений. Сеют семена россыпью часто, ведь целью посева сидиратов, является и подавление сорных растений. Заделывают сидираты в почву перекопкой, как говорилось ранее, не позже, чем за две недели до посадки основной культуры. А я желаю вам прежде всего здоровья, мира, хорошего урожая и всего самого доброго. Удачи вам!